Макс, ты почему вчера не пришел на эфир? Вместо тебя отдавался Илья. Да я собирался прийти, но выглянул в окно, а там облако в форме дивана. Между прочим, древнейшая примета означает, что нужно сесть, расслабиться. Ну точно, ни в коем случае не работать. Ну что ты хмуришься, это как тучка грозовая. Отработаю и сегодня. Ну если облака сложатся, конечно. Хорошо, договорились. Доброе утро, губерния. В этой студии вас приветствует аэромант Максим Плагнюк. И бросающаяся непонятными словами Саша Байдачная. Так меня еще никогда не называл. На самом деле все просто. Аэромантия это гадание по небу, облакам, кометам, падающим звездам и прочим небесным явлениям. А у нас сегодня день плетения облаков. Так что будем за ними наблюдать, гадать, что же означают все эти причудливые формы. Только нужно гадать быстрее, потому что при низкой влажности облака живут всего лишь 15-20 минут. И хотя выглядит облако легким, в среднем оно весит 10 тонн. Ну умудряются же некоторые строить целые воздушные замки. А кто же живет на облаках, а? Расскажут жители нашего города. Пролетающих. Наверное, есть какие-то мечтающие. Бок. Это которые наверх шли люди, умерли там. Про кайфажеров. Это кто? Ну это люди, которые живут одним днем и кайфуют. Да про современную молодежь. Мы все на облаке живем. В своих мыслях летаем, там долетаем. Наверное, про мечтателей. Наверное, про счастливых. Про мечтателей. Ангела. Что такое высота? Это чувство полета? Это свобода? Это достижение цели? С этим не поспоришь. Но суть в главном. Высота – это новые возможности. АО «Коммерческий банк Солидарность» с 1 октября повышает ставку по вкладу «Солидный процент». Высокий процент – большие возможности. Банк «Солидарность» предлагает выгодную ставку до 8,2% годовых. Согласитесь, это очень солидно. Успейте воспользоваться отличным предложением. Данный акционный вклад можно открыть до 1 ноября 2021 года. Подробная информация на сайте solid.ru. Удачи! Больше всего на облака похожи молочные продукты, такие же белые и воздушные. Насколько они полезны, нам сегодня расскажет Надежда Синёк, эксперт по питанию, спортивный диетолог. Доброе утро! Доброе утро! Ну, рассказывайте, все эти воздушные, легкие йогурты, вот эти вот кефиры, так ли они полезны? Тем более, обычно они обезжиренные еще вдобавок. Как влияет молочная продукция на наш организм? Самое разное влияние, да, то есть действительно будет зависеть от того, в организм конкретного человека она попадает. Про обезжиренные молочные продукции точно говорю, что это не полезно, это скорее бесполезно, потому что здесь теряются очень многие такие свойства, как содержание жиров, естественно. И вот мы говорим, нужно есть молочную продукцию для усвоения кальция, да, там в сырах содержится витамин D. И если мы это все обезжириваем, то, грубо говоря, вот эти все полезные элементы, они просто не усваиваются. Плюс в процессе обезжиривания зачастую добавляют углеводы, и продукт уже становится, ну, так скажем, не настолько полезен для каждого из нас. А давайте выясним, какая степень обезжиренности уже совсем плохая. То есть, допустим, если молоко 2,5%, а не 3, это еще нормально? Нормально. Мы говорим просто про обезжиренное, да, то есть вот когда 0, и даже вот есть такой маркетинговый ход, да, когда пишут 0,3, 0,05, то есть вот вроде бы она, ну, содержит какое-то количество, да, то есть вроде так честно. Ну, на самом деле, где-то вот 3, там, если мы говорим, там, для молока, если творог, это 5%, это вот такой классический вариант нормы. Кому молоко противопоказано и чем его можно заменить? Если мы говорим про какие-то противопоказания, да, то есть, естественно, при заболеваниях гастрита, гепатита, при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, это все, ну, будет таким прямым противопоказанием. И еще вот все-таки про молочку, да, вот про вот какие-то индивидуальные, если говорить, моменты, то вот если у человека есть высыпание на кожу, синдром раздраженного кишечника, то есть слабый такой, в принципе, иммунный статус, да, то есть когда болеют, ну, респираторными заболеваниями чаще 2 раз в год, есть такая рекомендация, как попробовать исключить молочную продукцию где-то на месяц, на два, и посмотреть, как организм работает без нее, и мы можем очень часто наблюдать, что вот эта вся симптоматика уходит в стадию такой стойкой ремиссии. Мы вот с Александрой придерживаемся в последнее время спортивного образа жизни, и вот Саша, тренер, посоветовал исключить молоко, да? Да, мне рекомендуют исключать молочную продукцию или заменять ее, например, кокосовым молоком. А что скажете вы? Гречневым. Это полезно, это верноцовый продукт? Смотрите, здесь... Или тренд можно сказать? Это тренд, но очень такой правильный тренд, потому что сейчас большое количество исследований с хорошей такой доказательной базой, которые говорят, что с возрастом у взрослого человека утрачивается фермент, который, в принципе, может усвоить цельное молоко. Поэтому приверженцы, адепты здорового образа жизни все-таки смотрят в сторону растительных аналогов, кокосовое, овсяное, то есть миндальное, да? То есть сейчас огромное количество вариантов на самом деле. Мы на пару минут от молока отлечемся, на молочные облака погода на сегодня подскажет синоптики. Затем вновь вернемся в наш студию. До 17 градусов тепла ожидается в четверг. В Самарской области ночью будет плюс 2, плюс 7 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 8-13 метров в секунду. На севере и западе в дневное время плюс 8, плюс 10. На востоке и юге воздух прогреется до плюс 12. Погода в Самаре ожидается облачная и зябкая. Максимальная температура днем плюс 6, 14 градусов, ночью плюс 4, плюс 7. Атмосферное давление выше нормы 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 22, 49 процентов. Напоминаем, что у нас в гостях Надежда Синек. Это спортивный диетолог, эксперт по питанию. И сегодня мы разговариваем о пользе молока. Еще раз доброе утро. Доброе. Мы уже выяснили, что обезжиренное молочко не полезно. И с возрастом лучше заменять молоко на растительные аналоги. Но вот если мы все-таки пьем обычное молоко хорошее, сколько в день его нужно пить и можно пить, чтобы это не было излишне? Ну, здесь нужно все равно смотреть на конкретного человека какой-то вот такой нормы. Среднего параметра нет, да? Среднего нет. То есть здесь будем смотреть по жирам, да, чтобы правильное соотношение растительных к животным было. Мужчины, естественно, будут употреблять больше, потому что, в принципе, дневной, суточный колораж, он больше. Поэтому здесь вот скорее про индивидуальные какие-то моменты. А есть ли разница, в каком возрасте пить молоко? Детям рекомендуют обычно молочную кашу, молочную продукцию. Во взрослом возрасте что же самое? Что касается детей, то, естественно, детям, ну вот со всем грудничкам, ну, цельное молоко, оно будет противопоказано. И Всемирная организация здравоохранения, она говорит, что где-то 6-9 месяцев – это когда деткам можно что-то готовить на молоке, но не как отдельный продукт употреблять. А если мы говорим, что мы его берем как отдельный самостоятельный продукт, то это где-то 18 месяцев, 2 года. Ну, опять же, здесь такой важный момент, да, как посмотреть на конкретного ребенка, поэтому вот педиатр, он уже точно сможет оценить, да, вот этому малышу можно молоко уже там в цельном виде или все-таки пока еще повременить, и его там система ферментов не доформировалась. Я вчера захотел покушать на ночь перед сном, но себя уговорил, что выпей просто кефирчиком. И вот часто нам говорят, что кефир на ночь – это полезно, и вообще это как бы диетически правильно. Так это или нет? Ну, вот вы совершенно правы в том, что вот когда что-то хочется на ночь, да, то есть мы должны посмотреть в сторону чего-то легкого, чего-то низкокалорийного. Именно поэтому, ну, в свое время рекомендовали молочную продукцию. Но сейчас диетологи смотрят чуть дальше, чуть глубже, больше так за профилактический подход. И я, например, точно знаю, что у нас основной процесс жиросжигания, клеточного очищения происходит в ночное время. И тогда, когда инсулин – важный гормон для нас на очень таких вот низких-низких параметрах. То есть кефир на ночь – это правильно? Нет. А молочная продукция что делает? Она повышает уровень инсулина. Но вместо еды можно ее, если… Нет, нельзя. То есть если что-то хочется на ночь, вот прям совсем, вот прям вот аж под ложечкой сосет, что называется, несколько семян тыкнует. Все понятно. Надежда, спасибо вам огромное. Да. Если мы будем слушать советы нашего эксперта, то наше здоровье, наша жизнь будет складываться как по нотам. Ну, а эксперт по нотам – это Саша Байдачная. Доброе утро, губерния! В эфире музыкальная рубрика «Как по нотам». До того, как человечество научилось подзвучивать музыкальные инструменты при помощи усилителей, колонок, музыканты искали, как сделать звучание любимых инструментов громче. В конце 19 века немецкий изобретатель Йоганн Штрох решил эту задачу самым простым способом – скрестил скрипку и трубу. Так появилась скрипка Штроха! Внешне инструмент напоминал обыкновенную скрипку, которой приделан раструб. Таким образом, в качестве резонатора стал выступать не деревянный корпус скрипки, а алюминиевый раструб. Это сделало звучание громче и сфокусированнее. А инструмент пришелся по душе театральным и гастролирующим музыкантам. Легкая и громкая скрипка Штроха позволяла насладиться выступлением музыкантов всем собравшимся слушателям и зрителям. Но с появлением микрофонов, электроскрипок популярность инструмента пошла на убыль. Правда, чуть позже в Молдавии и Румынии появилась собственная разновидность скрипки с резонаторным раструбом, которую позаимствовали у граммофона. Скрипку Штроха можно услышать и в современной музыке, в некоторых записях Тома Уэйтса, Горана Бреговича и других. А у меня на этом все. Дорогие друзья, до встречи. Споемся хорошей музыки и отличного настроения. Продолжаем плести облака. И к нам в гости пришла мастер по плетению Мария Демидова. Доброе утро. Доброе утро. Ну давайте осваивать новые техники плетения. Из чего вы плетете и что это у нас? Это плетение из эко-лозы. Так называемая бумажная лоза. То есть я плету из листов бумаги, плотно-плотно скручивая их, затем обрабатывая. И, собственно, вот так вот получается мои изделия. Дальше грунтую и лакирую. Звучит очень просто. Да, звучит просто. Как на деле. Сколько времени на это уходит? Терпение, сил? Вообще, да, это достаточно кропотливая работа. Она требует такого сильного терпения, потому что, допустим, накрутить с трубочек, это уходит, ну, самое большее, мне кажется, количество времени. Вот тут можно посмотреть, то есть это вот, то этот листочек бумаги, это вот одна такая трубочка. То есть сначала нужно накрутить. Сначала нужно накрутить. Один листик, это одна лозинка. Все верно, да. И для того, чтобы сплести хотя бы вот такой вот подносик, требуется 100 штук, такую хлебницу, уже около 600 штук. И последний мой заказ был на 2500 трубочек. Ничего себе. А сколько времени уходит на одну трубочку, чтобы вы понимали? На одну трубочку, не на одну скажу, в час примерно, ну, я уже такой средний, средней специфики мастер. Конвейер. Да, да, да. У меня уходит в час где-то 250 трубочек. Ну, то есть это уже достаточно быстро. То есть 10 часов на 2500. Да. Если вдруг что-то пошло не так, можно переделать или все, или работа уже... Нет, уже не переделать. Ну, вообще, в принципе, когда ты плетешь, это видно, что если что-то идет не так, ну, там используется форма, чтобы не покосился рисунок. Но если что-то все прям совсем плохо, это только расплетать и уже заново, да, плести. Расплетать, она разве не помнется, сломается? Нет, эколоза как раз-таки, ну, то есть вот мы видим обычный листочек бумаги. Давайте посмотрите. Да, это просто обычные листы бумаги, я их нарезала специально для моих будущих изделий. Она плотно скручивается. Тоненькая достаточно. Да, да, тоненькая потребительская бумага, можно даже сказать газетная. А как это делается? Можно показать. Вот здесь я не могу показать, потому что у меня техника плетения на столе, и нужна подложка резиновая. Есть еще техника плетения, когда на весу, но я ее еще не знаю. То есть можно сплести специально? А все можно сплести из такого материала? Вообще абсолютно все. Я видела у мастеров вообще такие потрясающие изделия, когда боятся, можно сказать, плетутся такие огромные, животные, например, плетенные, огромные корзины бельевые. Ну, это вот прям, если коротко говорить, что такого можно сплести, интересно. На чем специализируетесь вы? Я так понимаю, что это хлебница. Это хлебница, да. Но я пока мастер такой, так скажем, у меня вот средний... Хороший мастер, мы видим хорошую работу. Я не спорь, я прекрасный мастер, но свою нишу я еще пока ищу, то есть я в таком творческом поиске. Да, чаще всего мастера, они потом размятся на своей конкретной нише. Кто-то работает там в детском интерьере, плетет какие-то детские корзины, кто-то в кухонной сфере, кто-то в ванной, кто-то плетет на бельевой корзине. Вы где-то подсматриваете или сами вдохновляетесь? Я думаю, что мы продолжим чуть позже, позавтракиваем, Максим, и затем вернемся в нашу студию. Да, обязательно узнаем ответ на твой вопрос. Скажи L. Скажи N. Скажи Z. Скажи лайфхак на завтрак. Вот так вот бодро и позитивно мы начинаем наше утро, да, оно может быть таким, если вы на своей кухне готовите вкусняшки, как и мы в нашей рубрике лайфхак на завтрак. Итак, что мы сегодня готовим? А сегодня мы с тобой приготовим вкуснейшую запеканку. Вкуснейшую, полезнейшую. Как всегда. Ну, как я люблю. Трица. Трица. Мы с тобой смешиваем. Смешиваем все, что здесь есть, да, я так понимаю? Угу. С тремя столовыми ложками сахара. Угу. Ну, совсем без сахара, конечно, можно, но так как у нас творог, он обладает небольшой кислинкой, пусть он будет. На весь объем не так уж и много. А можно мед добавить вместо сахара? Можно, можно, любой подсластитель, который вы хотите, даже можно те же финики или взять изюм и добавить, можешь размешивать, да. Мы берем с тобой творог, причем творог чем жирнее, тем лучше. Если вдруг есть родственники в деревне, которые могут привезти именно деревенский творог, потому что он жирностью там от 15-18 и выше, это вообще будет шикарно, просто самая вкусная запеканка. Перемешиваем. Мы же с тобой взяли сегодня 9-процентная. Угу. Мы сюда же добавляем с тобой сметану 2 столовых ложки. Сметана жирная тоже не менее 20-ти процентов, если есть жирнее, деревенская еще лучше. Мне кажется, зрители сейчас разбегутся, особенно те, кто любит, так сказать, следить за калориями. Или нет, или все хорошо у нас будет? Здесь все хорошо, этих жиров бояться не надо. И опять же, запеканку мы, это же не основное блюдо, да, мы ее не съедим столько, сколько могли бы съесть там омлета, курицы. Это завершающая часть нашего завтрака, поэтому я добавляю прям щепотку соли. Там, где мы с тобой добавляем сахар, у нас всегда должна быть щепотка соли для того, чтобы они у нас друг друга нивелировали. Мы добавляем с тобой сюда же отруби и повышаем полезность, прям буквально 2 столовых ложки. И добавляем 1 чайную ложечку разрыхлителя. Мы берем с тобой просто блендер, часть переливаем и пробиваем. М-м-м, мне уже вкусно. Так, на первый, на второй? Можно сразу на второй, здесь ничего такого. А сразу на обеих. Получится. И мы добавляем, это мука, твердый сортов пшеницы. Вы можете добавить прям буквально 1 столовую ложку манки. Она у нас свяжет. В принципе, наша масса для запекания уже готова. Мы берем с тобой сливочное масло и наши формочки вот таким вот образом смазываем. Это зачем? А мы сделаем французскую рубашку. Для того, чтобы в дальнейшем нам было легко достать из наших формочек, мы не просто смазываем, а обязательно тоже берем ложечку муки или манки. У нас получается вот такая вот рубашечка. Давай попробуем. Ты как бы так и делал. Ты, наверное, делаешь только вид, что для тебя что-то новое. Нет, нет, я не делаю вид. И мы теперь разливаем по формочке нашу массу. До краев или как? Ну, она увеличится незначительно, поэтому можно на две трети. Это примерно вот так. Да, уже достаточно. Можно запеканку сделать в одной большой форме, а можно сделать вот в таких порционах, в креманочках. Тебе тоже уже вкусно? Да, остальное можно просто доесть ложкой. Нет, мы с тобой будем выпекать. И отправляем креманке на 160 градусов на 30 минут. Так. Ну что, готова наша запеканка. Сейчас мы ее с тобой достанем отсюда. Вот такая вот красивенькая она у нас с тобой. Слушайте. Подожди, подожди, не торопись. У меня вот здесь домашняя карамель. Карамель? Да. А домашняя это как? А это вот своими ручками дома. Следующими выпусками нам расскажут, да? Подробнее как? Да, кстати, можем, можем, конечно. Так, все, теперь, наконец-то, можно? Да, пробуй. Так, давайте я разрежу пополам, чтобы зритель мог оценить, как это все выглядит внутри красиво. Теперь отрезаем. Так. Запеканка прям как в детстве. Только тогда не хватало карамели. А сейчас очень здорово. И невероятно легко. И воздушно. Прямо она так пружинит. Так поднялось, как и вот мое настроение. Поэтому всем рекомендую срочно повторить этот рецепт у себя дома. Ну, знаешь, к нему можно подать, кстати, не только соленую карамель, но и яблочное варенье. Мне кажется, что угодно с этим будет потрясающе. Друзья, спасибо вам за внимание. Приятного аппетита, как всегда. И увидимся в следующих выпусках. Всего доброго. Пока. Пока. Напоминаем, что у нас в гостях Мария Демидова, мастер по плетению. Еще раз доброе утро. Доброе утро. Мы уже выяснили, что из лозы можно сплести абсолютно все. И даже аксессуары. Я все о своем думаю. Серьги, может быть, какие-то колье. Да, да, да. Я видела мастер-класс по прекрасной диадемии. Она у меня уже в планах, потому что она настолько восхитительная. Это вот такое украшение на голову. Вот небольшие елочные игрушки тоже я готовлю. Вот саню, вы видите, у меня новогодняя коллекция скоро выйдет. Да, рождественские венки, какие-то браслеты. Это все-все-все можно сплести абсолютно из-за глазу. Где вы учились этому? Я самоучка. Ну, то есть я вот резко ворвалась в этот мир. Есть огромное уже количество мастер-классов, безусловно. Но я пока иду своим путем. И потом в дальнейшем буду, когда нарабатывать свой навык, буду уже в дальнейшем обучаться у более опытных мастеров. А тяжело было вот эту технику освоить? Сколько прошло времени, прежде чем, ну все, наконец-то я сделала что-то нормальное? На самом деле, плести не так сложно, как кажется. Сложно именно подготовить эту эколазу, чтобы она потом в дальнейшем выглядела красиво. Нужно, чтобы хватило терпения. Да, 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 это так. Выдержать этот челлендж. Да. Главное заставить себя, наверное, сделать. Нет, я никогда не заставляю, я бегу просто. Как только у меня освобождается время, я бегу плести, потому что это такая душина просто восхитительная. Самая необычная работа, которую вам приходилось выполнять? Или за нужный штрих? Ну вот последний мой заказ, как раз-таки, про который я говорила, это огромная бельевая корзина. Она просто научила меня безумному терпению, огромный опыт привнесла. Но в дальнейшем, конечно, будут у меня еще более интересные изделия. А сколько может прослужить такая вещь? Как ухаживать? Не развалится? Нет, нет, как раз-таки эко-лоза, в чем ее плюс, допустим, от натуральной лозы, то, что она проходит многократные этапы обработки, то есть помимо того, что мы просто накручиваем бумагу, она затем окрашивается в нужный нам цвет, который выбирает заказчик. В дальнейшем она обрабатывается. Это специальные пропитки по дереву, чтобы придать вот эту вот эластичность, которой, к сожалению, нельзя добиться у натуральной лозы. Ну, вот благодаря которым можно вот такие витиеватые рисунки какие-то выплетать. Грунтуется, покрывается лаком, и все. Она влагостойкая, износостойкая, и долго-долго будет слушаться. Мария, огромное спасибо вам за ваше творчество, за то, что вы сегодня к нам пришли и рассказали массу интересного. Спасибо большое. Мы влюблены теперь в ваше изделие. Спасибо. Друзья, вы оставайтесь с нами. Впереди еще очень много интересного. Мы совсем скоро вернемся в нашу студию. В эфире новости на канале «Губерния». В студии Сергей Сергеев. Здравствуйте. В областном автопарке скорой медицинской помощи очередное пополнение. 20 автомобилей заступили на службу в городские и районные больницы. Они закуплены по федеральной программе Минпромторга России. Поставка машин повысит доступность здравоохранения для каждого жителя региона и ускорит оказание столь необходимой сейчас помощи в условиях непрестанной борьбы с коронавирусом. Подробнее Сергей Павлов. Проверка двигателя, рации, мигалки. Вячеслав Котляренко тщательно осматривает новую машину. Водителем на скорой работает 4 года. Говорит, в последнее время экипаж вынужден буквально летать на вызовы. Нагрузка в пандемию возросла кратно. Приходится несколько раз на дню спасать жизни людей. Новый автомобиль, он и есть новый автомобиль. Будем надеяться, что он нас не подведет в дороге. И все пациенты будут доставлены вовремя. И оказанная помощь будет на высоте. 20 новых машин заступают на службу в городские и районные больницы региона. Их поставили по федеральной программе Минпромторга России. Колонну из пяти автомобилей получит областная станция скорой помощи. В расширении автопарка есть большая потребность, чтобы увеличить количество бригад и сократить время для оказания неотложной помощи. В любом случае мы сможем приехать на эти неотложные вызыва, которые 80% составляет чуть-чуть быстрее. Я считаю, что это очень важно, потому что даже пять минут для человека, который ожидает помощи, эти пять минут кажутся как целая вечность. Новые машины оснащены современным необходимым оборудованием, что упрощает работу фельдшерских бригад. Электрокардиограф, дефибриллятор, аппарат искусственной вентиляции легких с кислородным баллоном. Главврач Борской больницы Ольга Чуйкова получает уже третью такую комфортабельную машину. Это серьезный подспорь для экстренной эвакуации жителей удаленного от областного центра района. И вот когда они пришли, вот просто, знаете, и сейчас восторгу нет предела, и мы спокойны. Я же вот говорила, что как бы мы дальние, 130 километров. В первую очередь эвакуация, до шести эвакуаций в день. Да, машины должны быть только кислородные. В напряженной борьбе с коронавирусом все здравоохранение региона работает на опережение. Медики стараются не доводить до ситуации, когда при транспортировке на скорой требуется подключение пациента к аппарату ИВЛ. Во многом благодаря ранней диагностике и выявлению заболеваний с помощью тестирования. Сегодня разговаривал с Анной Юрьевной Поповой, главным санитарным врачом Российской Федерации, руководителем Роспотребнадзора. Она как раз отметила, что да, с одной стороны у нас высокий уровень заболеваемости каждый день, но при этом у нас уровень тестирования в два с лишним раза превышает рекомендованные даже показы. Да, курсы. И он сильно выше, чем средний по стране. И она именно такой подход расценивает как правильный. Мы, по сравнению с прошлым годом, фиксируем снижение количества регистрируемых пневмоний. Это что значит? Это значит, мы на равных стадиях выявляем ковид и не допускаем развития болезни. Да, так и есть. Губернатор Дмитрий Азаров передал ключи от новых машин и выразил благодарность всем врачам области, которые находятся на передовой борьбе с коронавирусной инфекцией. Также глава региона отметил, что за последние три года был полностью обновлен автопарк скорой и неотложной помощи. Медицинские учреждения получили 397 автомобилей. В этом году в больницы поступят еще 111 единиц нового автотранспорта. Сергей Павлов, Константин Макаревич, Новости губернии. Быстро, удобно и безопасно. За пять недель пункт вакцинации в одном из торговых центров Самары принял около 500 человек. Особую популярность он получил у работающего населения. Пришли за покупками и заодно сделали прививку. А почему они решились на укол, узнал Андрей Фадеев. Повод решиться и привиться от коронавируса у каждого может быть свой. Личный опыт болезни или опыт окружающих порой кардинально меняет мнение человека о вакцинации. Алексей пришел сделать укол по примеру товарищей. Не хочет отделяться от коллектива. Друзья все прививаются на работе. Я вот один из последних. Решил тоже не отставать от них. Привился. А Сергей пришел сюда на повторную вакцинацию. Первый раз привился в марте. А теперь хочет снова укрепить свой иммунитет. Признается, ситуация напряженная. Лучше перестраховаться. В марте тоже ситуация была не лучше. Заболевших очень много. Знакомые есть, которые тяжело переносятся. Болезнь. Некоторые не переносятся. А Ирину окончательно убедил личный опыт. Зимой она сама переболела коронавирусом. И сталкиваться с этим снова не хочет. Регулярно сдавала анализы на антитела. И теперь, когда уровень стал допустимым, может сделать прививку. Никто меня не убеждал. Ну, хотя пытались, конечно. Но сейчас я уже решила сама сделать. Так как я вижу, что повышается число заболевших, увеличивается с каждым днем. Решила все-таки сделать. Ирина, как и многие другие посетители этого пункта вакцинации, положительно отметили удобство. Прививочный кабинет появился в торговом центре в начале сентября. И за это небольшое время его уже посетили около 500 человек. От 30 до 50 в день. Наиболее популярен он у работающего населения. Быстрее, чем в поликлинике. И можно совместить вакцинацию с шопингом. Это чистая зона, в котором, в принципе, исключено всякое посещение пациентов с респираторной симптоматикой. Поэтому население сюда очень охотно идет прививаться. Здесь можно вакцинироваться не только от коронавируса, но и от гриппа. Тоже очень серьезного респираторного заболевания. Врачи рекомендуют сделать обе прививки. Но обязательно сделать между ними перерыв. Не менее одного месяца. Андрей Фадеев, Роман Апарин. Новости губернии. Носить нельзя снимать. Речь о защитных медицинских масках. В регионе усилен контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах. Соответствующее поручение дал губернатор Дмитрий Азаров на заседание оперативного штаба. Об ужесточении мер в торговых центрах наш материал из Тольятти. Знаете, что без масочки вы можете... Подождите секундочку. Без масочки вы будете привлечены к административной ответственности. 20.6. Такого замечания чаще всего достаточно, чтобы забывчивый посетитель спешно надел маску. Очередной плановый рейд в крупном ТЦ проводят сотрудник полиции совместно с Департаментом общественной безопасности и отделом развития потребительского рынка городской администрации. Число таких проверок существенно выросло после поручения губернатора Дмитрия Азарова усилить контроль в общественных местах за соблюдением масочного режима. Дополнительные меры приняли и в самих торговых центрах. Усилили охрану, добавили дополнительные посты для патрулирования внутри торгового центра, то есть не только на входах. Как вы видели, у нас усиленная охрана на входах стоит по два человека на каждом из входов. Надо отметить, что в последнее время люди более ответственно к этому относятся и, собственно, нарушителей достаточно мало. Однако они есть. Если профилактическая беседа не увенчалась успехом, фиксируется административное правонарушение. Если отказываются одевать маску, то на нарушителей вставляется протокол 20.6.1, часть первая. Если повторное нарушение, то часть вторая. На это административный штраф от 1000 до 30. Только в Тольятти за последнюю неделю провели 17 рейдов по торговым центрам. Это в два раза больше, чем на предыдущей. Составили 33 протокола об административном правонарушении. Марина Парамошкина, Андрей Костомаха. Новости губернии. Уборка не ради галочки. В многоквартирных домах регионы регулярно дезинфицируют места общего пользования. Это необходимо, чтобы обезопасить жильцов от распространения коронавируса. Как обработку подъездов контролируют в Тольятти, расскажем. Чистота – залог здоровья. В этом доме на улице Советской каждый день проходит санитарная обработка подъездов. Жители дома высоко оценивают качество дезинфекции. На сегодняшний день пандемия. И они так усердно убираются, чистят. И каждый день обрабатывают все наши лифты. И подноски, ступеньки. В принципе, к ним большое спасибо. Особенно нашим уборникам и уборщицам. Для обработки используют средства, рекомендованные Роспотребнадзором. Гипохлорид натрия, белизну, медилис. На доске объявлений в подъезде график, в котором ставят отметку после каждой уборки. За этим процессом следят представители управляющей компании. Мы, как правило, проверяем утренние часы, обеденные часы, чтобы в этом плане все было сделано. Ну и, естественно, если где-то надо поправлять, выправляем. Выполняем те рекомендации и те указания, которые были прописаны в постановлении губернатора Самарской области с учетом тех поправок, которые были введены уже непосредственно по 11 октября. Так что все идет по плану. Качество санитарной обработки во многоквартирных домах регулярно контролируют представители государственной жилищной инспекции. А в случае нарушений составляют протокол. В 2021 году в государственной жилищной инспекции проведено 17 150 проверок. Составлено 117 протоколов по статье 20.6.1 КОАП РФ. По мнению экспертов, санобработка в многоквартирных домах в период пандемии необходима, чтобы обезопасить жильцов от распространения заболевания. Николай Гришечкин, Галина Гомозова, Андрей Алексеев. Новости губернии. Больше новостей на нашем сайте сова.инфо и в информационном части в полдень. А у меня пока на этом все. До встречи. Ну а собранные данные оказались очень полезны профессиональным метеорологам. Так что фотографируйте облака ради науки, друзья. Облака встречаются и на других планетах, например, на Юпитере. Но они там уже не такие безобидные. А вот на Венере вообще облака состоят из серной кислоты, а не из воды. Из чего же должно состоять облако, чтобы на нем можно было кататься, как в мультике про мумитролей? Наверное, из мороженого. А кто же живет на этих облаках? Спросим у жителей нашего города. Пролетящих. Наверное, есть какие-то мечтающие. Бог. Это которые наверх ушли люди, умерли там. Про кайфажеров. Это кто? Ну, это люди, которые живут одним днем и кайфуют. Да про современную молодежь. Мы все на облаке живем. В своих мыслях летаем, там, да и летаем. Наверное, про мечтателей. Наверное, про счастливых. Про мечтателей. Ангелы. Что такое высота? Это чувство полета? Это свобода? Это достижение цели? С этим не поспоришь. Но суть в главном. Высота – это новые возможности. АО «Коммерческий банк Солидарность» с 1 октября повышает ставку по вкладу «Солидный процент». Высокий процент – большие возможности. Банк «Солидарность» предлагает выгодную ставку до 8,2% годовых. Согласитесь, это очень солидно. Успейте воспользоваться отличным предложением. Данный акционный вклад можно открыть до 1 ноября 2021 года. Подробная информация на сайте solid.ru. Удачи! Доброе, бодрое утро, друзья! К нам в гости пришли замечательные люди, невероятные музыканты. Мы сейчас, кажется, будем вызывать дождь. Посмотрим, что будем делать. Итак, знакомьтесь. Дмитрий Серебряков – дирижер и руководитель концертного ансамбля «Самбара». Анна Серебрякова и Марин Фадеева – музыканты концертного ансамбля «Самбара». Доброе утро! Доброе утро! Мы сегодня говорим о плетении облаков, и мне кажется, что барабанщики – это как раз люди, имеющие прямое отношение к этому. Бывало ли такое, чтобы стояла солнечная погода, выпадет самбара, дождь пошел? Или наоборот? Или наоборот, да. Обычно, наоборот, каждый раз, когда мы выступаем, мы просто разгоняем облака, и выходит солнце, и люди радуются и солнцу, и нашим выступлением. Рассказывайте скорее об ансамбле, как давно он существует, как вы находите людей, инструменты? Нам все интересно. Нашему ансамблю уже пять лет. Инструменты у нас все из Бразилии, и люди, они присоединяются к нашему коллективу. После наших выступлений, после наших мероприятий, на которых мы участвуем, добавляются новые участники в коллектив. Так, предлагаю послушать, как звучит настоящий бразильский барабан. Здорово. Ребята, самбара – это получается самара и самба. Да, реально. И барабаны. А, еще и барабаны, это же третий смысл. Долго вы креативили над названием? День. День. Анна, Марина, расскажите, как вы попали в ансамбль, и как научились играть на этих необычных инструментах? Может быть, уже что-то нам продемонстрируете, познакомите. Ваша история. Ну, мы начали играть немножко на других инструментах, на африканских барабанах. Там мы все перезнакомились. А когда ребята организовали бразильских инструментов, карнавал решили устроить, и мечты все-таки его осуществить в Самаре, бразильский фестиваль, бразильский карнавал, нам как-то понравилось, и мы прям втянулись. И сейчас уже даже не представляем, как без этого. То есть у вас карнавал каждый день, да? Да. Практически. Ну, через день, когда у нас репетиции. А какую музыку вы играете, кто ее пишет, как она подбирается для барабанщиков? Это что-то особенное? Музыку, которую мы играем, это как раз именно музыка, которая звучит в Рио-де-Жанейро, на карнавалах, на том самом карнавале, куда приезжают со всего мира туристы, чтобы посмотреть на феерическое шоу. И вот именно музыка, которая там звучит, оркестр, который там играет, это называется самбо энредо, карнавальная самбо. Именно с этой музыки мы начали знакомство с бразильской культурой, и эту музыку мы начали играть. У вас только музыка, или вот неотъемлемая часть карнавала, даже костюмы еще. Добавляете что-то такое в свою практику выступлений? Ну, костюмы у нас вообще это стандарт для школ самбо в Бразилии, подобного рода майки. Полоски, да? Да, да, майки, там флаги и так далее. Но, конечно, во время карнавала они делают костюмы и для музыкантов, и для танцовщиц. Там огромное количество людей участвует в карнавале, там по полторы-две тысячи человек проходит по самбодрому, называется эта улица. И у всех есть костюмы, они на какую-то определенную тему. А есть идея написать какое-то произведение о Самаре, так скажем, для вашего ансамбля авторское, да, что-то такое? Ну, надо найти того, кто придумает слова, а музыку мы возьмем, конечно, бразильскую. Друзья мы вас ищем, авторы. Нет, мы на праздник на один пели «Ой, Самара, городок». Ну, то есть у нас вступление в самбо было, то есть как раз был день города, по-моему. То есть мы играем свою самбу и вставляли песни, громко пели и играли. Очень прекрасно легла она на бразильскую музыку. На самом деле здорово, когда барабанщик умеет еще и петь. Получается, такой человек-оркестр, и ему больше вообще никто не нужен. Я предлагаю вместе с Юлей Север прямо сейчас поучиться вокалу, а потом вернуться к нашим барабанам. Именно так с боксерских перчаток и спарринга начинаются занятия по вокалу. Томила Насирова уже три года учит людей петь. Уверена, талант в этом деле второстепенен. Главное – постоянство и четкое выполнение определенных упражнений. Пять, четыре, три, два, один. Есть, давай отбей, отбей. Свою уникальную методику обучения разрабатывала долго, собирая интересные упражнения буквально по крупицам. Я готовилась, очень тщательно готовилась. В основном в плане методики я брала зарубежные источники. Певческий диапазон, он должен быть такой, что от начала до конца, то есть снизу до верху, ты настолько комфортно поешь, как будто разговариваешь. В принципе, это правда. То есть как обычно ученик приходит, смотрит, там сейчас низкие ноты. А потом такие, высокие, он уже бледнее, там с ним плохо становится. Я иногда некоторых прям заставляю отворачиваться. Говорю, ребят, не смотрите. Ноты, человек представляет как, низ, вверх. Я говорю, нет, вот, нет разницы. Нет нескольких нот, нет высоких нот. Есть просто ноты, есть просто мелодия, да, и вы поете, и вы должны себя комфортно чувствовать. Главный принцип ее работы – не навреди. Ведь голос – довольно хрупкий инструмент, который нуждается в правильном уходе. Чужая тиситура или длительное пение могут привести к заболеваниям. Пришел человек, и если он орет, как сумасшедший просто, да, это ни к чему хорошему не приведет. Там, скорее всего, потом на связочках узелки появятся. Они удаляются только операционным путем. Качество голоса может поменяться от этого. Это опасно. Это нехорошо. Слизистая тоже будет страдать. В итоге неправильной техники человек просто даже банально будет болеть чаще. Это не есть хорошо. Поэтому я всегда вот с вами приходит, особенно те, которые хотят там какой-нибудь экстрим вокал. Я говорю, ребятки, сначала мы с вами базу учим, сначала мы ставим с вами технику, а потом уже, говорю, вы выходите на те фишки, которые вы хотите. Давай! И! Анна – начинающая певица. Талантливая, но скромная. Я не люблю слово, вот, отношение к себе певицы. Почему? Потому что, вот певец, да, для меня это певец, это Петни Хьюстон, певец Майкл Джексон. То есть это те люди, которые сложились, сделали все, класс. Не знаю, солист, исполнитель, да, пока вот таким масштабом еще рано измерять. Музыкой увлекается давно. Пробовала разные стили, училась у разных педагогов. Но именно в тандеме с Томилой смогла найти свое «я». Здесь ты приходишь и расслабляешься полностью, потому что у нас есть зажимы. Это не секрет. Зажимы – кто-то стесняется своих зубов, кто-то стесняется своих звуков, кто-то, в принципе, стесняется подачи. Потому что для меня, например, в какой-то момент субтон – это когда мы так тихонько, так мягенько пришептываем, напеваем. Мне казалось, просто какие-то неприличные звуки, что это не боже, я никогда не буду это в жизни своей издавать. Но сейчас я пришла к нему. Правда ли, что умение петь дается природой? На этот вопрос Томила, не задумываясь, отвечает – нет. Очень часто люди, искренне любящие музыку, никак не могут решиться на занятия вокалом. Основная причина – огромный ворох сомнений и фобий. И зачастую побороть эти страхи сложнее, чем поставить голос. Юлия Север, Алексей Гриднев, «Утро губернии». Друзья, наш эфир сегодня наполнен музыкой, звуками барабанов. И мы узнаем, что у нас в гостях. Да, музыкант Максим Полагнюк, конечно же. Дмитрий Серебряков – дирижер и руководитель концертного ансамбля «Самбара». Анна Серебрякова и Марин Фадеева – музыканты ансамбля «Самбара». Еще раз доброе утро! Доброе утро, здравствуйте! Ребята, с барабанами все ясно? Рассказывайте, что еще за непонятные интересные штуки вы к нам принесли сегодня? Как они называются? Это перкуссия, мелкая перкуссия. Если большие барабаны – это вот сердце оркестра басовое, то эти инструменты, они разукрашивают ритмы, разукрашивают основной ритм, добавляют какие-то солирующие элементы. Элементы, да-да-да-да-да. У них есть определенные свои партии, где-то сложные, где-то простые, но их очень хорошо слышно. Клотушечка, да? Это называется агога. Агога. Любой может научиться? Или все-таки человек с отсутствием чувства ритма? Вот, самбо как раз таки характерно тем, что порог вхождения довольно низок, и абсолютно любой человек, вот нам люди приходили осенью, прошлой осенью, этим летом они уже выступали. Просто им дают заработчик поменьше, что потише, да, и что не было слышно. Нет, им дают как раз вот эти инструменты. Они начинают с более простых, и потом, когда им становится интереснее, им хочется сложнее, и в итоге у нас практически все играют. Кстати, вот что это за штука? Это какая-то для стирки белья что-то, нет? Да, это инструмент называется реку-реку. Реку-реку. То есть тут вообще ничего, никаких особо навыков не нужно. Ну, бразильцы, они такие. Какие-то счеты мы видим. Счеты это шакальо. 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 Ох, какое у нас. Она очень громкая. Горячка, инструмент, и его очень слышно хорошо, и без него вообще невозможно представить себе. Он у вас самодельный? Да, этот я сам делал. Ребята еще и мастера. Когда мечта была. Барабан как-то называется по-особенному? Высота звука у них разная. У каждого барабана есть свое имя и назначение. Вот это, например, один из басовых барабанов Терсера. Он самый маленький из басовых. Есть еще премейра. Первая самая большая. Тяжелая, наверное? Сегунда. Нет, не тяжелая. Вы знаете, мы с ними ходим на себя, надеваем, носим. На карнавальных шествиях, конечно, надо идти и играть одновременно. Вот этот высокий и красивый барабан называется тимбал. Тимбал. Он выдает специальные сигналы, которые понимает оркестр. И ориентируясь на них, меняет ритм или что-то подыгрывает. И основной рабочий барабан со струнами называется кайша. Он создает основу и грув. Грув именно... Это рабочий, да? Да, рабочий барабан. Гармонический инструмент какой-то присутствует в оркестре? Да, обычно самбо это же и песни, и там всегда есть вокалист, и обычно есть гитара и кавакиньо. Кавакиньо, это вот многие подумают, что это укулеле, потому что она выглядит как укулеле. Но это очень-очень разные инструменты, кавакиньо металлические струны. Ну что ж, ребята, ребята, вы столько много говорили об игре и о самбе. Пора зажигать в нашей студии, показать нам горячую самбу, после чего мы пойдем обязательно охладиться в реку Чупайрку вместе с Мариной Барковой. Ну а вы начинайте! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Осень на реке Чапаевке достойна кисти самых лучших пейзажистов. Но вряд ли даже местный художник способен выйти сюда на пленэр. За красивой картинкой витает невыносимый запах, который исходит от воды. Проводили анализ, это сине-зеленые водоросли, ввиду этого вода зеленая, вот эта зеленая пленка, она образовалась как раз от скопления сине-зеленых водорослей. Вот отсюда, то есть она начинается, Чапаевка, и до маяка, это уже территория Новокубежска, она вот вся вот такого зеленого цвета. Но если вы плыть на лодке в сторону Волги, то есть постепенно-постепенно вода становится чище. В минувшую пятницу здесь прошел скромный субботник по очистке береговой линии. Руководитель одной из управляющих компаний собрала коллектив, и половину рабочего дня коммунальщики провели на берегу реки, которая последние несколько лет скорее похожа на болото. Ежегодно очищаем на территории города Чапаевска мусорки, экологические субботники делаем, и физколлектив очищает. А на реку пришли вот? А впервые на реку пришли, да. Как думаете, еще будете собираться? Будем, обязательно. Вы посмотрели? Обязательно. Вы посмотрели, в каком состоянии? Я даже не ожидала, что так много. За два часа уборки эковолонтеры загрузили полный контейнер отходов. В основном это ископаемые пляжного отдыха чапаевцев. Плюс многолетние залежи пластика и стекла, принесенные паводком. Организаторы акции признаются, это лишь капля в море. Очищено всего 200 метров береговой линии. Мы за чистоту! Уборка территории силами администрации города проводится дважды в год. Весной и осенью. Судя по кучке эковолонтеров и растущим горам мусора, река скоро превратится в одну большую свалку. Экологический центр по Волжье совместно с Самарским университетом изучает причины цветения чапаевки и подбирает методику борьбы с сине-зелеными водорослями. В прошлом году здесь был массовый замор рыбы. Разложившуюся массу никто не убирал. Видимо, сама рассосалась. Прошлой осенью река Чапаевка печально прославилась на всю губернию толстым слоем тухлой рыбы, которая всплыла на поверхность. Администрация города вызвала горожан на субботник. Пришло 10 человек. Этой осенью снова вызвали людей на субботник. Сегодня собралось 50 человек. Но мусорослой здесь такой, что здесь невозможно находиться, здесь стоит такой тлетворный запах. Поэтому, дорогие чапаевцы, вы либо выйдите и уберитесь, наконец, либо просто не мусорите. Марина Баркова, Владимир Терентьев, Утро губерния, из Чапаевска. На этом все. И в день плетения облаков обратите внимание на небо. Как там сложились облака и что они означают? А сегодня с вами наблюдали за облаками ведущий Максим Полагнюк. И Саша Байдачная. Хорошего дня вам, друзья. Всего самого доброго. Пока. Ты знаешь, Саш, я сегодня с утра видел облако в виде швабры. Как необычно. И где же такие облака проплывают? У меня в квартире. Кошка спрыгнула со стола, подняла облако пыри. Ну а швабра это похоже на мет на уборку, которая давно назрела.